То, что касается района, получили мы согласие на увеличение стоимости проезда в 2010 году на 16%. И опять-таки, в 2011-2012 год никакого увеличения стоимости не будет. Но весь, весь, ну и не весь, а вся страна живет таким образом, да? Если есть инфляция в стране на 8%, то это увеличение стоимости, да? Чтобы эти 8% забрали. Есть увеличение инфляции на 6%, идет увеличение на 6% абсолютно все. Чтобы каким-то образом сбалансировать собственную экономику. У нас такого не было все эти годы. Теперь то, что касается, это тоже немаловажно, то, что касается компенсации со стороны, это выпадающие доходы, да? То, что касается компенсации со стороны области. Они заморозили цифру 310 рублей, 310 рублей. Эта цифра определяет, определяет активацию проездного билета всей годы категории, проживающих в Кендесятском районе. Что такое 17 рублей, да? Это по городу планеты. И там увеличение стоимости, оно небольшое. По району стоимость выше, и мы не можем. Вот смотрите, вот смотрите. Вот допустим, до сотни четвертой, сколько есть, сколько будет. Вот такие нам надо цифры, да? Вот эта бумажка, я, наверное, не знаю. Ну, 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 ну еще будет, ну там, восемьдесят, вот, а? Почему с этого? Три. Не, нам надо конкретно. Ну, конкретно, примерно конкретно, чтобы люди услышали. Я эту бумажку не взял. Вот эту я бумажку не взял. Ну, вот видите, это как, 24 рубля. 24 рубля. Ну, теперь, теперь давайте о таком простом поговорим. Вот давайте о таком простом поговорим, да? Вот это плечо. Это основные, по сути дела, плечи. Это 51 маршрут, это посолка 4. Да, в летний промежуток времени это 77-77С. Ну, и, по сути дела, в течение всего года это шестерка, пятерка. Они катаются как, вот, и говорится, машины. Да? Какая масса перемещается людей на этих маршрутах? Особенно те, которые мы называем дачными. Те, кто приобретает или активирует... Недорожный, я проездный билет. Там стоимость не поднялась. Триста десять она есть, триста десять она есть. Это человека? Или это компенсирует область? Нет, нет. Область существует определенная форма. Ну, примерно такая цифра и выходит, а, по-моему, выходит под компенсацию порядка 270-280 рублей с человеком. Кондуктор с линией, водитель, который работает без кондуктора, это сумма в 73-77 тысячи рублей. А должна быть? А? А должна быть. По сути, вот, какая сумма должна быть, чтобы, по крайней мере, на ноль? Сколько за день уже, да, зарабатывать парку? Вот, себе стоимость одного платного километра по району 65 рублей. Вот, пассажир проехал одну километру, он должен, и дальше все по трубке. Но, коль есть такое простое, да, и это не только у нас район, это в целом по стране. Это, это, ну, социальное, пассажирские предприятия, они все социально направлены, да, у них фиксируют тариф, определенной категории представляется льгота. Ну, вот, то, что, то, что звучит под этими словами, да, находит на себя определенные муниципальные образования, субъекты, в частности, федерации, так далее. Оснастить весь подвижной состав, весь, все виды перевозок к этим приборам, как таховка. Таховка – это прибор, который определяет скорость движения автобуса, он определяет режим труда и отдыха водителя, да. А, финал всего, это, значит, это очень жестко звучало, и 1 апреля должно быть все это готово. Система, главное, сколько она осталась, сколько она будет работать. Система довольно-таки хорошая, да, мы начнем до конца, грубо говоря, клавишно, наработанная, включая те приборы, которые не оснащены, оснащен подвижной состав, ну, по крайней мере, наверное, парков нашей области. Система страховая пассажиров, там просто огромный, ну, рост, я не буду сейчас это число называть, но деньги очень огромные, миллионы, миллионы денег надо для того, чтобы застраховать пассажиров. Да, это два раза в год, и вот этот обязательный платеж. Ну, опять-таки, здесь никакой абсолютно дифференциации нет. Никто не подошел к такому простому и, как бы, научной, что ли, точке зрения, да? А сколько ДТП имеет тот законодательский, а сколько упаси Бог со смертельным столом, а сколько упаси Бог с тяжелыми последствиями и так далее. Вот такой дифференциации нет. Вот такая цифра на одного человека. Другая очень серьезная штука. Мы же должны застраховать пассажира. Мы не должны страховать езды, мы должны застраховать пассажира. А пассажир тот, который у нас есть, да, он купил ЕДВшку, я так называю. Пассажир, который купил проездный билет, месячный проездный билет. Пассажир, который оплатил свою поездку прямо-прямо в салоне автобуса, да? Как в городе, так и в районе мы сорвали только один процент по закрытию маршрутной сети. Один. В прошлом году. В прошлом году. Один процент. Вся, 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 да. А если было четкое расписание, какие-то промежутки и так далее, тогда бы и парк подстраивался, какие-то, под какую-то местимость, под определенную местимость подвижного состава и так далее. Она, когда вот прошел этот, прошлом, мы не сократили рейсы, мы приостановили движение по этим рейсам. Мы в любое время можем возобновить, в любое. И один можем возобновить здесь, и на сто процентов. Это приостановлено, движение. А здесь как? Он набрал. Они же зазывали, и все такое прочее. Ну, надо, надо поехать. Ну, что касается качества, извините, вот я тут с Питера везла дочку после операции, я говорю, поехали на автобусе. Все-таки автобус, все-таки спокойно, а не на маршрутке. Мы пришли, час там прождали, сели на автобус. Нас так протрясло на автобусе. Мы сидели впереди. Он так дребезжал. Несколько человек с легкими травмами, это пассажиры. Сейчас не скажу цифру, но он довольно-таки очень маленький. Это по городу или по... В целом, в целом, да, по парам. Нет, я имею в виду, а ДТП были в городе, городские или параллельные? ДТП были в городе, два ДТП было. Первое, резкое торможение, резкое торможение водителя, пострадал кондуктор наш. И второй случай резкое торможение в черте города, пострадал наш кондуктор. Но из-за чертой, по пригородному сообщению, там несколько случаев были. И, по-моему, один или два были на территории Санкт-Петербурга. Вот я и хотела задать вопрос. Люди платят 3 рубля 60, при 5 рублей себестоимость километра. Ну что-то где-то доплачивают, а чистый убыток сколько? Вот всего этих 65 рублей за километр. Сколько чистый убыток предприятия, который вообще ниоткуда не верится? Эта тема удержать на плаву. Каким образом вообще это можно сделать? Да, если платят всего 3 рубля, да, и 65. Знаете, нет, я, Ирина Михайловна, и все здесь присутствующие. Я вам скажу одно предложение. Я об этом говорить не буду. Мы иногда теряем там и пневморесор бывает, теряем, и тяги теряем. Но проехать это направление существующее через капли. Вы смогу еще через сон как-то терпеть. Это не 100% за трансляцию. Да, я помню. В общей сложности у нас уходит на это, да, вернее, нами, мы получаем как предприятие 600 рублей. Ну, чуть больше. Вот по прошлому году средняя величина 570 рублей. 310, 310. Это оплата со стороны тот, кто активирует карту, а остальные бюджеты, области, федерации и субъеков, под названием Санкт-Петербург. Вот из всех бюджетов компенсируем. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok